Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Вы на канале с клиническим психологом-биохакером. И сегодня мы с вами говорим о болезненности в суставах, о проблемах в суставах. И я буду поднимать вопрос, как всегда, психологический и другой момент внутри цептики, потому что это два таких момента связанных. Мы же современные люди, мы живем в современном мире и всякое может случаться. Суставы обычно воспаляются на... И, кстати, есть такие моменты артроз, артрит, да? И часто это связано с повышенной тревогой, либо такими заболеваниями, как гипотиреоз, нарушение желчного пузыря и интоксикация организма. Плюс, друзья, эти моменты очень сильно воспаляются, когда в организме недостаточно каких-либо микроэлементов. То есть вы что-то получаете с едой, но из-за некорректной работы каких-либо органов это либо неправильно окисляется, либо как-то там у вас подгнивает. Я не знаю, что происходит, но происходят моменты разрушения. Поэтому для того, чтобы это все сгладить, нужно обратить внимание на физиологию и психологию. То есть работа со стрессом. Люди, которые подвержены тревоге, подвержены многозадачности, у них просто физиологически нет такой возможности следить за всем, что происходит в их организме. И из данной патологии вытекают сложности, достаточно такие серьезные и большие. Соответственно, чтобы решить эти проблемы, я предлагаю вам обратить внимание вот на что. Артрит и артроз, конечно, поддержание травяными комплексами желчного пузыря и печени, где происходят базовые обменные процессы. Но также, друзья, посмотрите мой пост в инстаграм-канале. Я собрала для вас определенные добавки, которые работают достаточно хорошо. И если у вас есть такая проблема, я думаю, вы с ней справитесь. Но сейчас буду говорить с вами чисто о психологии и о психосоматике. Суставы, артриты, артрозы – это про что? Это про закисление, это про невежество, это про внутреннее состояние потребления и отторжения мира. То есть, как вам сказать, человек, который потребляет, но не окисляет, но не довыводит, грубо говоря. Это с биологии, да, но с нутрициологии. Но с точки зрения психологии, то есть внутрь идет, вывести себя не могу и нечем. И внутрь что идет? Информация, обиды, тревожность, идет желание справиться с чем-то. И это все накапливается и приводит к такому неприятному состоянию. Что может помочь? Может помочь действительно комплексы, которые работают на физиологию, но это сработает временно, если вы не решите для себя такую большую глобальную проблему, как работа с миром. То есть, я либо вытесняю то, что мне предлагают, либо я применяю что-то, принимаю, либо как это происходит у меня, что я не так делаю, что, почему, это должен вопрос звучать от вас. И психолог, либо психотерапевт должен вам подсказать. Вы либо блокируете, либо вы уходите в защиту, либо вы накапливаете в себя. Накапливать можно что угодно, да? А выводить это достаточно сложно. И поэтому я не желаю вам, чтобы у вас случались какие-либо трудности с такими историями, как внутренние моменты тревожности. Я рекомендую вам обратить внимание на поддержку. И я рекомендую вам обратить внимание на состояние психики. Если ваша психика более спокойна и лоббильна, то это вам поможет справиться с состоянием повышенной тревоги. Если этого нет, то здесь мы можем говорить о состоянии стресса, сильного стресса, в котором вы находитесь достаточно долгое время. Почему я сказала про гипотириоз? Потому что люди, которые не знают, что аутоиммунка и такие нарушения часто случаются на гипотириозе, они сильно страдают потом в итоге.